Неожиданный, приятный и необычный подарок получили воспитанники детского дома города Артёма. Точнее, сейчас это называется Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Дальневосточный союз китайских предпринимателей подарил разнообразную бытовую технику на 100 тысяч рублей. Это холодильники, стиральная машина, микроволновая и электропечи, чайники. Техника необходима для обустройства специальных кухонь, на которых детей обучают вести домашнее хозяйство, в частности, готовить еду. Теперь это обязательное требование для таких учреждений. Китайская и русская страна у нас были 70 годов, дипломатические, опережные 70 годов. 70 лет дипломатическим отношениям. Да, да, да. И мы те, которые мы здесь работаем, и мы очень благодарим, что вот земля наша вторая родина. Это наша родина земли. Мы хотели, чтобы не только здесь приехали заработать, и мы хотели, чтобы делать добро. Вы приехали в детский дом с подарками? Конечно. И мы хотели, чтобы помогать вашим русским детским домам, чтобы дети жили тепло, уютно. А чему там дети будут учиться? Они будут учиться готовить. Готовить абсолютно все. И стряпать блины, и печь пироги, и варить супы, и варить каши. То есть всевозможные блюда. Новогодний праздник был по всем правилам и традициям. С Дедом Морозом, Снегурочкой, сладкими подарками и красивыми выступлениями. Артемовские воспитанники – талантливые, спортивные, радостные и доброжелательные. Как тебя зовут? Меня зовут Сергей. Да, куда ты бежишь? Я на праздник. Да? А что там будет происходить? Ну, мы отмечаем праздник в честь наступающего Нового года. Ты Снегурочка? Да, я Снежная Королева. В подготовке и проведении этого предновогоднего торжества принял участие и наш восьмой канал. Хотим пожелать вам всего самого наилучшего. Самое главное, чтобы вы были у нас здоровенькие, красивые, радостные. И чтобы в этом году у вас исполнялись все ваши мечты. Среди гостей – талантливая участница национального отбора детского Евровидения из Владивостока Инга Петрова. Красота исполнения откликается в детских сердцах. Китайские предприниматели подготовили еще уникальную культурную программу. Воспитанники в восторге. Такие артисты к ним еще не приезжали. Очень радостно на самом деле, потому что на моей памяти такая ситуация впервые, что Дальневосточный союз предпринимателей Китая приехал поздравить наших детишек. Я вот им сегодня пожелала, чтобы это стало такой традиционной историей, потому что дружить между нашими странами можно не только в рамках спорта, но и в рамках культурного воспитания. Потому что они привезли шикарную программу культурную. И вот я сегодня впервые даже увидела это шоу с волшебной обезьяной. Для меня это тоже был такой маленький детский восторг. Главное не финансовая составляющая, а главное просто то человеческое внимание, которое детям оказывается. Дети довольны. Кухня с новенькой техникой. Праздник удался. Год 2020 обещает быть счастливым. Ирина Шилина, Сергей Тулатеев. Новости на восьмом.